Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Якутии выполнена на 70%. На сегодняшний день расселено более 21 тысячи граждан. Построено 237 многоквартирных домов. Но проблема деревяшек, признанных аварийными, по-прежнему остается актуальной. Тему продолжит Юлия Великодная. В дом 14-1 по улице Семена Данилова страшно заходить. Но во всех квартирах, кроме одной, живут люди. По данным проверки, износ деревяшки составляет 95%. Сейчас, когда началась оттайка, с каждым днем все заметнее двигаются стены. В 12-этажной катакомбе, вот это, и дом стоит напротив вторичного рынка. Я сказала, вы куда меня привезли? Куда? Я даже не пойду смотреть. И я сказала, не пойду. Лариса Ивановна просит администрацию Якутска предоставить ей квартиру исключительно в деревянном доме. Будет рада даже вторичному жилью. Поэтому она неоднократно обращалась в прокуратуру и мэрию столицы республики. Жильцам вручены требования о сносе или реконструкции жилого дома в разумный срок. Также в рамках проведенной проверки установлено, что гражданке Дабаевой, окружной администрацией города Якутска, предлагались жилые помещения во вновь построенных многоквартирных жилых домах. От данных помещений гражданка Дабаева отказалась, пославшись на удаленность от района, в котором она ранее проживала. За весь период программы по переселению из ветхого жилья только в Якутске 40 отказывались от новых квартир. Подобные отказы мешают реализации программы, так как снос старых домов затягивается. Если есть два отказа в рамках реализации одного этапа, то комиссия своим решением может их перераспределить гражданам. Но если в случае повторного отказа или же в одном этапе только один отказ, то мы вынуждены обращаться в судебные органы с иском о выселении и с предоставлением нового живого помещения. В 2021 году на месте деревяшек 17-го квартала планируют строительство новых домов компании «Джода». Стоит отметить, что из всех жителей Семена Данилова 14-1 только Ларисе Дабаевой предложена альтернатива в виде квартиры в новом доме. И по сравнению с другими жильцами этого дома она еще не в самом худшем положении. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.